Все начинается с группы людей, которые составляют мыслительное ядро компании. Совещание за совещанием они создают концепцию игры, как она будет выглядеть и работать. Затем они составляют производственный план, распределяя обязанности. Игру разбивают на бумаге и присваивают компонентам разные цвета. Затем их размещают на доске, которая впоследствии будет играть роль мозгового центра производства. Теперь начинается разработка художественной концепции игры. Художники делают эскизы персонажей и задних планов игры на бумаге, делая раскадровку всего сюжета. Параллельно специалисты по компьютерной графике воссоздают раскадровку уже в трехмерном виде на компьютере. Это позволяет группе разработки применить последние технологии в области компьютерной анимации, которые оживляют компоненты игры, придавая им цвет, фактуру, тень и, конечно, движение. Разработав предварительную версию каждого персонажа, аниматоры накладывают скелет. Управляя скелетом, они заставляют персонаж двигаться. Они экспериментируют с различными движениями, пока не решат, какие можно использовать в игре. Аниматоры должны создать каждое движение, которое персонаж может сделать в игре. Это около 700 движений только для главного персонажа. По завершении персонажей дорабатывают, добавляя такие детали, как фактура одежды и черты лица. Другая группа аниматоров работает над задними планами — полем для игры. После того, как у них готова черновая версия, они добавляют детали, цвета и фактуру. Для придания заднему плану глубины и правдоподобия добавляют виртуальную подсветку, которая создает тени и оттенки. В этой игре использованы анимационные фильмы продолжительностью минуту, продолжающие сюжет игры. Эти короткие фильмы, называемые кинематикой, создаются с высоким разрешением для высокого качества картинки. Сама же интерактивная игра имеет низкое разрешение, так как компьютер не может обрабатывать изображение с высоким разрешением достаточно быстро для проигрывания. Поэтому аниматорам приходится дважды создавать всех персонажей с высоким и низким разрешением. В это время группа кинематики разрабатывает свой сценарий и раскадровку, используя черновые варианты персонажей. Они нужны для того, чтобы высчитать хронометраж и разметить движения персонажей, чтобы те не сталкивались с задним планом. Чтобы кинематика выглядела более реалистичной, используется прием, называемый захват движения. Аниматоры выполняют движения перед видеокамерой, после чего отснятый материал обрабатывают в программах по компьютерной анимации, воспроизводящих движения на компьютере. Программисты создают меню игры и установки, помимо прочих деталей. Компьютерные инженеры разрабатывают мозг игры, ее компьютерный интеллект. Он состоит из тысяч компьютерных кодов. Для кинематики студия пишет голоса актеров, после чего звукорежиссер микширует голоса, звуковые эффекты и музыку, а также синхронизирует все это с игрой. Теперь в видеоигре устраивают пробный прогон. Двигаются ли персонажи так, как задумано? Идут ли туда, куда нужно? Или натыкаются на деревья и проходят сквозь стены? Это последний шанс команды разработчиков исправить все ошибки в программе. После этого компания выводит игру на рынок, надеясь, что она станет хитом среди любителей игр. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!